По-моему были еще какие-то замены. Хостас Лукас появился на паркете в составе Олимпиакоса. Хайнс остался. Ух ты, Силлоу. Победителя не судит. Не самая, может быть, логичная атака. Но сам себе создал ситуацию для броска, в принципе, так по концовке, когда он остался, оказался от своих защитников, может быть, на метр. Воспользовался этим. Это небольшой дистанции, атаковал точно. Ух ты, как же залп ждет и хочет трешку. Лафаед попадает издали. 18-12, Олимпиакос, тем не менее, впереди. Трехочкова 1,6 и Эфес, а то попадание из трех попыток у Олимпиакоса. Эфес попал только сейчас, Олимпиакос попал в самом начале. Ух ты! Ух ты, как здорово получилось. Врывается Папа Николау, здорово ему Слукас отдает передачу. Причем ощущение было, что... Не ощущение, а по большому счету мяч-то летел в пустое место. Но Слукас знал, что Папа Николау окажется вот там, куда мяч придет, в той точке. Очень здорово все было сделано. Фолл, Хайнс вновь получает персональное замечание. Ну, сложно ему, сложно упираться против станка Барыча. Помимо преимущества в росте у Барыча ведь еще и все в порядке с массой. И мышечной, и просто в килограммах, если хотите, в жире. Как бы то ни было. Сложно противостоять. В разнице весит, наверное, килограмм 20. Тут же замена появляется. Ричард Дорси, он будет с Барычем толкаться. В росте тоже уступает, но, во всяком случае, по килограмму, наверное, не так много. Зонная защита. Бросок издали неточный.